Но не тут-то было Зерк тоже молодец Так, реклама сейчас пойдет И это начало большого марафона Впереди еще 6 дней 31-го только у нас будет перерыв На протяжении всего этого времени Нас ждут матчи Корейских про-геймеров Непосредственно из игры Вот Демки мы, к сожалению, не можем выложить Воды будут Кто же будет следующим противником? Карта Талдарим Алтарь Да, реклама это Это необходимые условия для нахождения В играх Но я надеюсь, оно того стоит Субтитры создавал DimaTorzok 3-1 получается счет Уже И все 3 очка Марин Кинг принес Давайте большой иероглиф На всякий случай переведем Какую-нибудь фразу Есть два из английского телеканала Эта фраза Звучит это так Есть два из английского телеканала Сейчас только не на русском А на корейском Да, уже эти старые приколы Давайте что-нибудь Веселенькое Напишем Слушаем Гудгейм лучшие сайты в мире А бобер Это повелитель бобров Вот так вот Чем мы только не маемся Это гугл транслейт Играют они до 6 побед У нас по крайней мере еще будет 3 матча 3 матча Зафотань меня Зафотань меня полностью Прошу тебя Какой ужас Ладно, ну делать все равно нечего Прошу прощения Ждем мы, ждем мы начала Бомбер, кажется, будет играть в следующем Если вы пропустили начало С сегодняшнего дня Начинается интересный марафон Каждый день в 17 часов Будут играть две корейские команды Точнее игроки Из этих самых двух корейских команд Друг против друга По системе НГЛ Ну и не только НГЛ Я просто так называю Как с варкрафтерским прошлым Вот И это все дело Мы будем смотреть из игры И комментировать Будем... Такая неделя корейского Старкрафта На Гудгейме у нас будет Сейчас будет еще одна эпичная фраза Прокатил немножко Конечно же Конечно же Да, Слэйерс не играет Аааа Профессионал написал, что играют Не очень сильные игроки Да, совсем что-то Не очень Итак У нас будет ПВТ Подождите А Бомбер же Теран? Насколько я помню Кто играет? В курсе в части Напишите, пожалуйста Кто это играет За Протоса То есть Марин Кинг против Сквиртл Отлично Сквиртл Это покемон Давно не видел матч В ее исполнении Последний раз Мы, кажется, смотрели Его на Intel Extreme Masters Это было очень давно Даже не помню Карта Талдарим Алтарь Давайте посмотрим Что за версия Это похоже на ладерную версию То есть Широкий проход Третий полноценный Но с камнями Вот такая вот И в начале игры Я пойду все-таки Гляну комментарии Потому что мы Давно их не смотрели 63-й коммент был последним Там еще 24 комментария Я быстренько Просмотрю их Партинг Тос Который выбил Навиславика Из отборочных Кода А Ясно Выложить Демки Нет возможности Можешь поставить English На стройках Особо не Мешает Не отвлекайся Когда комментируешь Игры Сквертл Помнишь как На Ем На большой экран Вывели покемоны И рассматривали Да Было любопытно Кто-то сказал Что сквертл Это покемон Мы пошли Вики Смотреть Это что за покемон Оказалось Что это водный покемон Какого-то там Базового левела И Собственно Люди Которые сидели В киберспорт арене Немного не понимали Причем здесь покемоны И киберспорт А связь то есть Прошла разведка Кстати Такая вот Интересная фишка От Марин Кинга Он не любит Делать раннюю разведку В принципе То есть Вот эти вот Его походы За сталкерами С блинком На базу Со стимпаком На один респаун На второй Они конечно Минусовые Сейчас он делает Разведку Понятно Два барака Легкий под пушек Марики под реактор Млаба Это будут фугасы Мародеры И Ориентировочный микс Из серии Два мародера Да ладно Это фаст стимпак А это ж Марин Кинг Ё-моё Какие мародеры Какие фугасы Это будет Фаст стим Причем не только Фаст стим Но и фаст Щиты Кажется Или фаст Медеваки Посмотрим Факта Не факта Атос у нас Делает Стандартную Нычку Абсолютно Стандартную Нычку С одного Газа После Перед Даже Сталкером И с добавлением Второго И третьего Гейта То есть Такой Стандарт А не Все таки После сталкера Это уже Второй Просто сталкер Выходил Поэтому я Немножко Завтыкал С таймингом Факта Все таки Это факта И соответственно Будет легкий Подпуш С мариками Со щитами Со стимпаком И самое главное С парочкой Медеваков Опасно Против такого Нужно Ну Против Марин Кинга В принципе Наверное Нужно Стараться Как можно Раньше Сделать Сентрей Для того Чтобы они Копили ману И чтобы Лучше готовиться К подобного Рода пушам Потому что Марики Обладая Шести уронами При Стандартной Броне Тосов В единичку По броне Становятся Крайне уязвимы Когда их Урон Гасятся В Ну В два раза С шести урон До трех Если учитывать Броню И гваран щилд Главное Чтобы Маны Хватало На Гваран щилды У Сентрей Поэтому Сентрея Желательно Подварпать Заранее Но Сквиртл Особо Не заморачивается По этому поводу Он играет В дефолтный Роботикс Который Тут по билду Ну никак Вообще Не подходит Просто потому Что Подождите Он проехал Как он проехал Рабочим Не мог проехать А он краешком Краешком Вот так вот Через темноту И заехал Нифига В себе Дело в том Что роботикс Мариков не контрит То есть он контрит Только в более поздней стадии Когда появляются Колоссы А так А псом Имморталом Призмой Вы не законтрите Марпехов То есть Это колоссальная Трата ресурсов Без какой-либо Быстрой отдачи Пытается Колосятник сделать Но мне что-то подсказывает Что Марин Кинг Просто по таймингу Сейчас Будет делать выход И все Много мариков Очень много мариков Медывак Да уже можно идти Сейчас пойдет Вот сейчас Первый медывак И он уже пошел Ну стопудово Вот он вылетает И он идет Смотрите Оп Взял и пошел Нет Время Время теряется на время Ну да Пошел Или не пошел Нет Пошел Не пошел Он сам не решил еще Судя по телодвижению Вот этим Вроде хочется идти А вроде ждет чего-то Сидж Так он сделается До того Как ты дойдешь до него Танк второй Возможно И вот идет выход Сталкеры уже особо Сделать ничего не могут Но они все равно Демеджат Мариков Легонечко Есть 4 сантри С маной Нормально Но тут уже первый колосс Вот в чем дело Первый колосс Пусть без рейнджа Но если его контролить То он с мариками Может поговорить У них же рейндж все равно Разный То есть у мариков 5 У колосса 6 И это позволяет колоссосу Делать выстрел И делать шаг назад Так Стимпак Калечит сталкеров Убьет же даже Заходить нужно Не из парадного входа Раскладываться под экспом Не зря же Все таки Сидж сделал Правильно Уже колосс есть Ё-моё Только Сидж спасет мир Только Сидж Который позволяет Простреливать колоссов Особенно без рейнджа Передропш Восьми мариков наверх Рабочим уже Некомфортно добывать В общем-то Это не столь критично Для Атоса То есть он может даже Пойти камни сбрить И поставить Нексус Внизу Ну или просто ждать Второго колосса Ждать Грейт на термальный луч Дальнобойный То есть ему нужен рейндж Для того чтобы воевать Это факт Рейндж будет Можно беситься уже Можно выходить Можно принимать Там и с форсфилдами И с гвардом И танков на перераскладке Ловить Короче Воевать можно Пытается найти место Козырное Марин Кинг Где разложиться Раскладывается Так Подсвечивает нычку До нычки Не достает И дроп Мариков Провокационного Характера На базу При этом Подвар Двух зелков На мейн Спалил Что нычки нет Нычка Ставится Прям перед зелками Это жесткое Паливо Ох колоссы Классно отбиваются Ой как классно отбиваются И зелты Начинают убивать Рабочих Хорошо Причем начинают С газа Срывает Рабочих У зелтов Есть У зелтов Ничего нет В плане Грейдов На атаку Поэтому их довольно быстро Пилят Но они все равно Экономически выгодными Получились Колоссы Колоссы Давайте Где Вжик Вжик Очень сложно Мариков контролить Против колоссов Умирают Больно быстро Еще 4 зелка Они убивают Сейчас танк Убивают Марика Снова заставляют Сорваться Рабочих Да жесть Какая-то Протоса больше Викинг Ооо Ты вот Викинг Конечно Очень бесячий Викинг Хотя Два залпа Он пропустил И Надо контролить Ой Вламывается Вламывается Он недоконтроливает Ой Но зато Зажал Довольно большое Количество Марпехов Хорошо подрезал По лимиту Нужно еще Варпать С новой Подкреплением Под нычку Потому что Здесь явно Уже Тос отбивается И самая главная Его задача Это Блин Он варпает сюда Выходит Выходит В атаку Колоссы Наносят Колоссальный Дэмэдж Сделки Врываются Колоссы Контролит Еще Отводит Убивает И танки И марики Контролит Великолепно Марин Кинг Но к сожалению Ничего Не получается И у скверта Колоссальное Преимущество Потому что У него нычка Работает Отбился Он в плюс И может Сейчас Довольно просто Контратаковать За счет Еще пилоны Которые есть У противника На мейне Можно было Варпать Прямо туда Уже Народ Блинка Жалко нет Пытается Сохраниться В медваке Очень битыми Марпехами Удается Главное Чтоб не перехватили И все Можно переходить В активное Наступление Все для этого Есть И слабая Армия Противника И Правда Нычка Не совсем Раскаченная И пилон Под боком Ну просто Волшебная Ситуация Пять колоссов Ну никак Тут не отбиться От пяти колоссов Просто Все Сжигают Все Сжигают ГГ И это Три-два Сквиртл Прерывает Победную Серию Марин Кинга Напомню Играют Они до Шести Побед То есть Бест Оф Элевен Бо Одиннадцать Читаем Комментарии Восемьдесят Восьмой Был последним Еще Четыре Комменты Оставляйте Комментарии Сдавайте Вопросы Передавайте Приветы Общую Информацию Давайте я повторю Во-первых Мы Начинаем Смотреть На протяжении Недели Кроме Тридцать Первого Числа Игры Корейских Команд Непосредственно Из От первого Собственно Говоря Лица Почти Что То есть Качество Хорошее Правда Стрим Может идти Только на Овнет Попробуем Конечно Договориться Но Пока без Ответа Каждый День Матчи Будут Начинаться В 17.00 Сегодня Будет Еще Стрим По Магике В котором Будет Принимать Участие Три Человека Как Вот В Диабло Играли Втроем С Женей С Димой И Я Будем Играть Собственно В Магику Женя Будет У микрофона Во время Магики Сейчас Назавалина Работа И Очень Деловая Колбаса Да Так Инет 3 мегабита Пинг 39 На уни Здесь Жуткие Лаги На 360 Даже Такое Бывает В чате Периодически Скидывают Код Плеера Основного То есть Он Сервер Работает И посмотрим Кто будет у нас Вместо Марин Кинга Отдуваться А Кстати Уже Появилась Появилась Запись Прохождение Компании Нефанды Обработанная На ютубе Она уже есть Можно Кстати Аспирантов Попросить Выложить Где-то Вот здесь Это было Про КСМ Как Отправил Они Они сейчас Будут Все Подряд Расстрелили Нет Раньше Вот Вот Где-то Здесь Мы Хранилище Я просто Давайте Ребята Ребята Стреляйте Лечи Долго Лечи Они Лечат Хоть Они Не Лечат Как Лечить Да Барашек Барашек Тоже Был Классный Там Даже В комментариях Показали Женя Обрадовалась Что Ее Хоть Кто-то Понял В плане Барашка То Что Увидели На Тайкусе Нарисованного Барашка С рожками С глазиками И Да Вот Здесь Вот В этой Новости Нарисовал Товарищ Барашка Нет Вот Барашек С ушками И с глазками Образное Мышление Сработало Следующий Матч Почему-то Пока Не Начинается Надо Кстати Отработать Рекламу На Оуниде Пошло Поехало Кто-то Нереально Крут Раз Увидел Барашка Да Да Молодец Согласен Я тоже Не сразу Его увидел Но я Старался Я Всматривался Опа Вот игра У нас Здесь Будет Кажется Пвп Пвп Классик Прайм Против Сквертла Причем Сквертл Будет За зергов Играть Пвп Он А Ноузе Не исправил И сейчас Счет 4-2 В пользу Прайм Оказывается А ну да Верно Все верно Это будет Пвп Классик Против Стартейла Да Счет 4-2 Поправили Спасибо В комментариях Завязай Этот плагин Скоборд Опенсорсный Хорошо Посмотрю После Трансля Си А Чтобы Согласен Да Это Недолго Поставить Может быть После этой игры Сделаю Как быстро Можешь Сможешь Выложить Воды Они на Оуниде Сразу Появляются Вы же Помните Запись На Оуниде Идет С Оунида Идет Заливка На ютуб Это вот Занимает Определенное Время Поэтому Там вот Не могу Точно Сказать Ну Завтра Будут Точно Главное Чтобы Аспирант На связи Был Но Он Вроде Уже Вернулся Я ему Сейчас Напишу Так КСЛ Очень Хотят Вводов Карта Кроссфайр ПВП На Этой карте По крайней мере Я ни одного ПВП Не видел Поэтому Как минимум Будет Любопытно Никто Не стремится Сделать Разведку Все Каждый Поставил Максимально Близко Первый Пилон И Продолжают Добычу Минералов С приоритетом На ближние Минеральные Поля По рабочим Ну Почти Ё-моё Вот Только Кто Из Кто Из них Сквиртал А кто Из них Классик По цвету Это Черт Ногу Сломит Надо будет До игры Вот Все Вот Эти Вот Темы Выстраивать Аспирант Следит Аспиранта Все под Контролем Аспирант Молодец И смотрите Даже после Разведки Красный Тос Я его буду Зывать Ред Тос Даже после Гейта Он не пошел На разведку Только После того Как построил Газ А здесь Со стороны Синенького Тоса Разведка Идет Стандартная Загляну В чат Сквертл Снизу Синий Сквертл Сходится Значит Сквертл Снизу Хорошо Спасибо Все Это вы знаете А говорит Красный Сквертл Синий Сквертл Путаете Большинство Засинего Сквертла Пусть он Будет Синим Сквертлом А наверху Классический Красный Тос Ой Попытался Зажать Пробочку Своими Пробками Видимо Боялся Что Там Застроят Поэтому Выводил Рабов Ну Видимо Здесь Тоже Можно Поставить Пилон Вот так Вот Пилон Вот так Вот И здесь Влепить Забубенит Фотон Можно Наверное Иначе Бо панику Не наводил Такую У обоих Сейвятся Бусты Но оба Делают Второй Газ То есть От Раша От 4 ВГП Оба Готовы Отбиваться Но Вроде Как Ни тот Ни другой Раш Не Собираются Найс Ну что Время Разведки Валить Потому что Скоро Выдет Первый Сталкер И Пробки Будет Сложно Выживать В таких Условиях Кстати Классик Во первых Не построил Второй Гейт Это Раз Во вторых Он очень Рано Начал Собирать Второй Газ Это Два Ас Это Женя Магику Запустила Там Отличная Музыка Или Это Герои Магика Играя На здоровье Знакомься С игрой Можно Звук Виндер Выключить Микшер Нет Там Можно Микшер Нажать И выключить Только Магику Если Не нравится Чувствую Веселый Сегодня Вечером Стрим Будет А Здесь Пока Такое Выискивание Прокси Пилонов А на Что Копит Классик На Что Жен Копит Добавляет Два Гейта Зачем Тебе 250 Газа Такие Вот У меня Вопросы Какого Чёрта Здесь Подпуш Со Сталкерами Из двух Бараков Он Такой Нон Стоп Типа Строишь Сталкеров Интересный Билт Я никогда Такого Не Видел Прокси Пилон А Здесь Четыре Барака Очень Сверх Странные Пуши Один Пушит С двух Бараков Другой А Зелнага Это Контролится Всё равно Неудобно Здесь Защищаться Когда Пока Противник Контролирует Зелнагу Подсвечивает Разницы нет Что-то на рампе Что-то за рампой Разве что Форсфилд Можно кинуть Где сталкеры Не смогут отступить Ну это Блин Четыре гейта Четыре гейта Понимаете Причём Не тайминговые А такие Что Ну Странные Так Пробочка Минус А Сквирт Ты не Собирается Жёстко Пушить Ой Можно просто Не отступить Отсюда Наоборот Я думаю Что будет Давить Классик Что он Додавит его Вот досюда Вот кинет Форсфилд И будет сражаться Но здесь реально Сталкеров довольно много Три на шесть А демедж дилер СН3 Очень не очень Ещё Подвар Сталкеров Собирается его зажать Поджать Да И тут Вылетает Обс И Обс Всё палит Он палит Прокси Идёт Размен Пилон в пилон Какие-то у них Больно жуткие Майнгеймсы То есть Этот Очень поздно Сделал 4 вармгейт Пуш Но собирается его делать Правда я не знаю Каким макаром Если там Два сэндрика уже есть Как ты вообще Запушить сможешь Не поднимешься Просто наверх Особенно Если есть иммортал То есть Сквиртл Довольно Свободный Сейчас должен Просто Дожить до колоссов Не мудросту Лукаво Просто Просто Доживая до колоссов И Ничего ты не сделаешь Всё Ему торопиться Даже никуда не нужно Ему нужно Первого колоссоса Рейндж Второго И вот так вот Спокойно Полномерно Он же знает Что там 4 гита Не не знает Он увидел только 2 Апсом Но увидел Что очень поздний Роботикс И Грейт Ой То есть И Сумречный совет То есть это Больше похоже на Сталкеров с блинком Но В такой ситуации Сталкеры они Не очень Потому что Ну что там Колоссы уже с рейнджем будут Сквиртла выходит на нычку То есть В сухом остатке Получается у нас Одинаковый лимит При этом Технологии у Сквиртла Лучше значительно Если кто-то выигрывает То выигрывает За счет каких-то разводов Но и Сталкеров Особо немного Семь штук Даже для них Жалко Что ли делать блинк Ну понятное дело Что он будет варпать Сталкеров И Пытаться Ими как-то выигрывать Ой Вот этого Сталкера жалко Так бесславно Пал Сражение за пилон Все ребята тоже могут не уйти Пока блинка нет Да они не уйдут Большое количество ресурсов 250 на 100 Это По минералам практически как колосс Ну или просто как иммортал Очень надежно играет Сквиртл Нет Ненужной агрессии Спокойно ставит нычку Делает колоссов А здесь попытка С призмой что-то сделать Что? Как? Так Я мысли вот Классика не понимаю То есть Чего он хочет добиться Вот Сделал блинк Зачем сделал блинк? Делать 4 гейта Зачем делать 4 гейта? Делать призму Зачем опять же делать призму? То есть Что? 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 Что она ему даст? Дроп зилотов на мейн? Разводящий Или просто под варп на мейн? Не знаю От призмы довольно просто Как-то не смешно с колоссами отбиваться За счет того что они в большой рейндж Им как-то Ну они стоят где-то Вот там на одной базе Прилетает призма Там Все варпается в одной и той же куче И пока варпается колоссы Наносят хороший дэмэдж Тут призма ничего не сделает И В виде колоссов Это в общем-то было такое Довольно Очевидное Как это сказать-то Предположение Оп Минус призма Все Чик Сталкер отстрелили Тут С одной стороны у него нычка раньше С другой стороны Даже в лоб сейчас не убить По лимиту больше Четыре колосса Ну Без особых проблем Сквиртл Должен разобраться Хорошо подрезает часа пса Сталкер с блинком Почти потерял Сталкера Успел сблинкануться назад Тут Каким-то макаром Забежал Зилот на мейн С двумя киллсами уже Причем никакого Проксипилона Никакой призмы Тут и нет Он спалил более позднюю нычку Вообще Карты в руки Сквиртл Он может делать Все что угодно В идеале Его план Организовать Сейчас вот последний Подзаказ рабов Или можно даже Без подзаказа Если такой вот Жесткий Жесткий пуш И все вложить В производство Армии И подведение Ключевых грейдов В В период Две минуты Ой-ой-ой Опасный момент То есть пока строится Нексус 100 секунд Плюс там рабочие Все дела Можно ровно Через 2 минуты Перейти И будет такая ситуация Что у вас У противника затраты Затраты только затраты У вас армия Бонусная И Плюс того Что вы работали С двух ничек Он делает все подряд У него Плюс один Блинк только что Доделался Но это хорошая тема Особенно когда У противника есть блинк Чтобы не проигрывать В мобильности Ох как колоссы делают Залп сразу Минус Но тут еще Интересное решение От Классика Он собирается Грелок делать Причем Грелок много С одной стороны Это правильное решение Потому что Вроде как Колоссов много И колоссов По земле уже Никак не убить Только грелками С другой стороны Тут столько Сталкеров Что Что в размин пойдет Ой Интересный момент Ой Как больно Этому тосу Сейчас будет Еще один Блинк А надо Три зилка Подварпились Вот с этого Проксипилона Неплохо Да вот Время нужно Ему нужно Как никогда Выигрывать Колоссы не помогают Не топчут Вот затоптал Один Хорошо Сейчас пытается Развести Но и здесь То тоже Зилоты Здесь тоже Зилоты Через Проксипилон Надоедает Просто жуть Лимита Ускверталась Значительно Больше На 40 Зилы С 4 киллсами Нычки Недобывающие И битва 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 Ааа Если сталкеры Могут Зблинкануться То Зилатым И часовым К сожалению Делать нечего Да Разница по лимиту Х2 Все зилоты Часовые Ушли Остались только Сталкеры И последняя надежда На вот этих вот Грелок Которых он Фанатично строит При помощи Искривления Но На них даже Ресурсов не хватает Потому что Ну Мейн заканчивается Нычка не работает И это Последняя атака Сталкеров Слишком много У сквертла Поэтому он Абсолютно Спокойно С грелками Со всеми справится Еще минус 4 зилота Очень быстро уходит Ребята Там третий выжил Увидел грелки Кстати Сквертл Убивает спокойно Нычку И его задача Сейчас просто Штамповать Одних Одних сталкеров Грелки пытаются Разогреться на камнях И идут в атаку Но К сожалению Скорость перемещения Грелки такая же 2.25 И если Они не зацепились За юнита То Да Все Блинк И фокус Странный тос Конечно Странное начало Странные 4 гита Странные попытка Подпушить Странный блинк Странная призма Видимо у них Какой-то Пвп Бешеный Вот такой вот Он Не Не поддающимся Объяснением Ну Именно у него Потому что Сквертл то играл Нормально Он там фейково Пушил Типа С гитов Как увидел Что там 4 Сразу Дефенс Четко в колоссов И В нычку То есть Там-то все По шагам было Хорошо Но второй То есть Сейчас счет Получается У нас 4-3 Сквертл Почти Почти Сравнивает Четко Давайте попробуем Поставить Плагинчик Скорборд Надеюсь Для этого Не нужно Перезапускать Эксплит Сейчас мы Ой 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 Я отказался Случайно Так Ну сейчас Впишем Имена Игроков У нас Получается Играет Протос Против Зерга Вот Причем Кто Что за Зерг Непонятно Протос У нас Куир Тле А что За Зерг Причем Красный И Синий Голубенький Что за Зерг Напишите Пожалуйста В чате А вот Анион Такого Даже Не знаю Вот Как-то Так Поменьше Плашечку Сделаем Вот так Вот Ну Посмотрим Ее Как Ее Поставить У нас Первый Стрим Он Притирочный Мы пытаемся Настроить Все Чтобы Шло Хорошо Хорошо И У нас Карта Антиго Шипиарт Видоизмененная Без золота В центре Играет Сквиртл Против Как там Табличка Обычно Старкрафтерская Ага Она выше И длиннее Понял Сейчас мы Сделаемся Как надо Она выше Можно так Оставить Тем более Оформлению Этой Таблички Более Убого Чисто С точки Зрения Внешнего Вида И счет Бы По хорошему Поставить Общий Счет Причем Да То есть Команды Сквиртл От 3 У Анион Пока 4 Так Вот Да Все правильно Сделал А Сквиртл У нас Не Теран Овк Атос Вот Цвет игроков Таблички Тоже Различаются Ничего Себе Как Сложно У них Еще Цвета Разные Поменял Снова Бул 11 У них Бул 11 Все Вроде нормально Да Все верно Кажись Очень ранний А нет Не очень ранний Это просто Я долго втыкал Тос Застраивает Сразу же Рампу Широченную Но рампу У зерга 12 пул Он Тос Это Нет Это все Пугает Тос Он Сначала Делает Форжу И После Этого Будет Только Запиливать Нексус Чекает Чтоб Зерк Рано Не поставил Хату Сам Очень Трусливо На мой взгляд Выходит Ставит Гейт Или Пилон Снизу Пилон Скорее Вот здесь Он поставит В застройке Ну Потом Купилон Потом Купилон Пилон Ну В чем смысл Опять же Это Вот выбежали Собачки Вот они Побежали Ну Хотя нет По таймингу Нормально То есть Они прибегут Потом Конечно Успеет Сделаться Но Там Запаса По времени Практически Не будет Так что Кто справ Более того Ему желательно Поставить Еще Гейт Вот так Вот А Вторая Фотонка Да ты Псих Вот это Было Плохо Потому что Вместо Фотонки Надо было Ставить Пилон Потому что Он все еще На 18 Лимита Сидит Из-за того Что у него Не хватает Бабла Да Ладно Ладно Допустим 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 Он сделал так Два газа синхронно Рабочий Нон стоп Пилон На мэне Это понятно Один пилон То должен быть На мэне Как минимум Собачки Разбегаются По карте Одна контролирует Третью базу Другая проверяет Прокси Пилоны Ну и как В общем-то Как и прокси Нексус И мало ли что Протас В свою очередь Тоже Умудряются Сделать разведку Проверяет Третью базу Точнее Ее отсутствие И И И Что же там Пробочим 22 23 Кибернетка Застройка Получается Неглухая Выход Есть Под фотонкой Заходит Пробка на мэй Но она обречена Тут уже Ни это Ничего не сделать Хотя можно через Да Как-то Вернуться Может быть Но сложно Да В той ситуации Что-то было здесь Предпринять И снова Старгейт Я говорил Неоднократно Старгейт Старгейт Является Наиболее Таким Сейвовым Вариантом Отбивания Практически От всего Открывания Так скажем Вы отбиваетесь От роучи Вы делаете Разведку Вы Проще Отбиваетесь От Моталистков С одним Старгейт Старгейтом То ли боится Фаст Грелки Не знаю Чем ее Отбивать Ну то есть Рано Слишком Ставить Третью Нечем Ее Защищать Квины Не успеет Из-за Отсутствия Опухоли Гидры Подавной Нет Нет Он ставит Третью Базу Смотрите Ну тогда Грелки Есть Над чем Работать Опухоли Очень быстро Пытается Разрастись У него Аж Четыре Квины Над этим Работают И слизи Он Нормально Кидает Так что Успеет Во первых Он видит Грелку Которая Убивает Его Оверлорда Сейчас будет Саплай Блок У зерга Но Инфу Дали Можно теперь Взять Вторую Квину И Пойти Честно Защищать Эту самую Третью А нет Честно Не получится Потому что Там феникс уже Нужно как минимум Три квины Чтобы защитить Эту хату А три квины Это откуда взять Две заняты Непосредственно На хатах Только две Свободные Ой Неприятный Конечно Момент Во первых Грелка На этом Оверлорде Разогревается И Тос Решил Отступить Тут Подошла Третья Квина С экспанда Он ее Взял Да Вот так Вот Отбился Продолжается Строительство Вайдреев Достраивает Гиты В результате Три гита Открываются Пока что Без грейда На плюс Один Но По пробке Мы Как бы Догадываемся Что Агрессия Будет На третью Базу 62 78 Идет Под варп И вот Очень опасная Атака Сейчас От Тоса Потому что Сразу Поднимаются Две Квины Приходят Зелки Которых Не отбить Без роучей Хотя Плюс Один Пока еще Не успел Сделаться Поэтому Справляется Хотя Не Не Справляются Собаки Ну Еле Еле Короче Говоря В ноль Размениваются Но Квины Жгут Они Лечат Но тут Подвар Взялков И доделывается Грейд На плюс Один Снова Залетают Фениксы Но здесь Уже Появляются Роучи И Зелатом Уже Гораза Сложнее Справляться С такой Армией Они Раскладываются Это проваленный Пуш Не совсем Конечно Пуш Так Поджим Легкий Но таким Легким Поджимом Он мог Довольно Много Проблем Зергу Причинить Фениксы Летают Ищут Слабое Место Дэмэдж От Оверлордов И всех И никого Ну Убили Двух Рабочих А вот эти Оверы Вообще Такие Халявные Или Квина Простреливает Кажется Если находиться Где нибудь Вот здесь Вот никто Достреливать Не будет Воидрей Летает Мешает Опухолям Разрастаться Патрулирует И собирается Залететь На третью базу Но тут Плетка Поэтому Ничего страшного Не будет Добавляет Еще пару Гейтов И выходит В колоссов Ох ты Призма Призма И дроп Сентрей Планирует Сделать Стос Скорее всего Это дроп Все таки На мейн Потому что На третью базу Неудобно Здесь широкая рампа Что-либо Дропать Ох Как хорошо Ловит рабочего Не давая Построить Зергу Четвертую базу В центре Полетела Призма На мейн Очень много Контактов У них Очень много Контактов Более Плотная Такая Тесная Игра Что не смотрю Любой Матчап Который Какой Не возьми У них Постоянно Какие-то Удары Происходят Что-то Где-то Что-то Где-то Они делают Не имется Им как будто Вот Здесь летают Фениксы Там Харасят Там Тут Призма Залетает На мейн Зерг тоже Какую-то Движуху Организует Хороший Форсфилд А что тут Строится У нас Уверлорды Ой Не повезло Ой Не повезло Зерг понимает Что это печаль Что нужно Идти в атаку Здесь колосс Две фотонки Есть пара сентрей Тосу нужно контролить Здесь Как никогда Он не контролил Нужно Постоянно Делать Форсфилды Зерг делает Передроп На мейн Обманывает Тоса Тос это видит Переживает Конечно же Ну и здесь Это просто Балаган творится Минус все Рабочие Минус Производящие Здания Зайти сюда Крайне сложно Но зерг то тоже На мэне Убил пару гейтов При помощи колосса Ой Здесь зерг потерпит Конечно потерпит Он пытается Дрохнуть еще Роучи Прямо в сентре Для того чтобы Избавиться от Гварденщилда И как то поближе Казаться к колоссам Но ничего из этого Не получается Правда и здесь Зерг тоже То есть Протос Не смог додавить Пришла довольно Большая гапша Из тараканов И покарала А в это время Извините Я не увидел Что была еще Атака на третью базу С которой Протос перевел Большинство рабов Но Но ее кажется Через атаку Могут убить Нет Не успеют Моя ставка Не успеет Да Здесь было очевидно Практически Найс Найс У зерга Такой очень мясной Лимит Очень массивный Мясной 133 на 91 У него преимущество Плюс еще есть бабло На руках Он и роучи И гидру строит И четвертая база У него доделась Хотя Надо ему ее Как-то защищать Фениксы Над душой Просто висят Над Над роучами Поднимает Квинун Стреляет Поверлордом Короче Хаос Опять же Убил четвертую базу Протос Без боя Сдал ее зерк Тут еще Сталкер Уверсир Бьет Опять призма Я услышал Что призма Кого-то А колоссов Дроп колосса Найс Количество действий Происходящих в игре Оно Значительно выше Чем в стандартных Европейских матчах Ну за редкими Исключениями Просто Здесь Как вы Могли Уже увидеть Они что-то Постоянно мутят Что один Что другой Этот дроп Дроп делать Не сидится ему на месте Этот дроп Не говоря уже о том Что с экономикой у них В порядке Вроде все Там нычки ставятся Рабочих одинаково С этой стороны еще дроп Тут дроп спалился На фениксе Очень битый оверлорд Дропает Трех роучей А где был дроп Да Во-во-во Колосс выжигает Тут Одного рабочего Личинки еще И Срывает добычу С одной базы Ну подходит гидра Ай-яй-яй-яй Но очень вовремя Реагирует Уходит Здесь был дроп Ни к чему хорошему Он не привел Да 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 С призмой же Можно не только Колосса дропать Можно еще Подварпать сразу же Необходимых юнитов Для дэмэджа Например Не отменяет Хату Зерк Сейчас я скажу Кто это Анион И появляются Первые Караптеры Которые Старают Крест Не только На призме Но и на колоссе Хотя Есть уже Армия У Тоса Рядышком Она подрезает Гидру Не дает Опять же Зергу Выйти на Третью базу Одновременно С этим дроп На третью Извините Я не успел Добил Тот самый Битый Нексус Который был Из двух Дропшипов Выгрузив Восемь юнитов Сейчас равный Лимит Опасная ситуация Для Тоса У него мало Маленькая армия Форсфилды Колоссов всего двое Они побиты Поэтому Еще оверлорды Танкуют Классная фишка Вот с оверами Надо срочно Зергам предлагать Нашим Я никогда не видел Чтобы кто-нибудь В Европе Вот такими вот Темами занимался То есть Вместе с Караптером Вместе с мясом Ты еще отправляешь Оверлордов Если сталкеров Принудительно не контролить И сталкеры Которые стоят сзади Они атакуют оверов Вместо караптеров Это очень неприятно Сейчас идет Классный подвар На призме Ой-ой-ой Призму Не успевают убить Дроп прошел Только один сталкер Да-да-давит Протос Сквиртл кажется Сравнивает счет Лимиты равные Да он потерял третью базу Да мейн заканчивается Но Как зергу справляться С таким количеством Сталкеров по земле Перемасил он караптеров Пытается караптерами Сделать там Не он не делает Караптерами болезнь Хороший блинк И защищающийся Атакующий Как только противник Начинает отступать У брата сейчас Сильнее Сильно больше Лимита И поэтому здесь Уже никак не продавить Ой, в смысле Никак не отбиться Зергу Найс Найс Выводит последних рабов Не боится Делать блинк пля Прямо в роуче Своими сталкерами Грейды 2-1 И это ГГ 4 4-4 Сравнивает счет Сквиртл Делая победную серию Из трех Матчей Здорово Можно и поздравить С этим Классные же игры, да? Классные Делая победа Делая победа Надо посмотреть, кто будет следующим А, вот, написали Видимо, это никнейм Давайте попробуем перевести через гугл-переводчик Возникают проблемы Называется никнейм Возникают проблемы А, это, видимо, типа ушел оффлайн С этим Хорошо, хард выключен А вроде иероглифы похожи А перевод разный Давайте большой вот этот иероглиф переведем Звучит он, как вы могли догадаться Переводится как Вы должны иметь быстрые машины аппаратных и сетевых Не уби Все А вот это, видимо, шутка какая-то Смотрите, смайлик в конце Звучит это как А переводится вполне логично Вот Смешно Так Играть будет Squirtle против Террано с никнеймом Тириус Тириус Сейчас пойду посмотрю В Команде Тириус, Тириус, Тириус Тириус, Тириус Кто это, ребят Тириус Тириус, Зерк, говорят А, вот, в чате написали Squirtle против А, Бамблби Бамблби Бамблби, да, мы помним Бамблби Эй, дайте скопировать Надо же мне табличку Модернизировать Правильно Только я подожду, когда начнутся Чтобы цвета были стандартные Чтобы не перепутать Потому что вроде как Сейчас Squirtle красный А Бамблби Будет Сиденьким Да, Squirtle красный А Бамблби Синенький Вот так вот Ну хорошо, вроде начинаем Притираться к новому Такому эксперименту Стрима корейских матчей Мне нравится Вот Пока мне нравится Я практически не увидел Ни одной клешоной стратегии Ни одной Такой вот Пассивной Ну, а стало быть И скучной игры PvP, конечно, было Каким-то Непонятным Нелогичным Но По крайней мере Не Full Mirror Карта у нас Дуалсайд И Бамблби Соответственно Играет с Squirtle Squirtle, который Сумел команде Принести уже Три очка Сможет ли он Продолжить свою Победную серию дальше Увидим Здесь такой же билд Судя по всему Через фаржу Но Учитывая то, что Здесь нет единой Узкой рампы Нужно Защищаться Выстраивать стенку Вместе с Нексусом Здесь вполне удобная Стенка Есть несколько Неприятных моментов Из серии забегов За газом Но В остальном Все хорошо Все понятно И просто застраивается Очень быстрый газ У Бамблби Такой быстрый газ Когда пул Ставится уже Как бы На пятнадцатый